Ветреная оспа, краснуха, эпидемический паратит, коклюш, скарлатина, корь, инфекционные заболевания, которые в народе принято называть детскими. При этом нередко имена не оборачиваются серьезными проблемами. Сыпь зеленые пятна по всему телу не самая приятная картина, знакомая многим. А вы ветренкой болели? Нет. Не болели? Нет. А вот во взрослом возрасте, вы знаете, какие осложнения могут быть? Знаем, тяжело протекающие. Я помню, в фотографии такие были красненькие пятнышки. Я стояла вот как раз в таком кофточке спортивной, и зеленочка была вся замазана. Вот тут точно, что были красненькие пятнышки на лице. От всех детских болезней, если во взрослом возрасте болеть, то осложнения есть. Светлана Прочитанская помнит, как ее сын перенес эту болезнь в детстве. Она продолжала водить Дмитрия в детский сад, когда началась эпидемия ветреной оспы. Считает, лучше переболеть этим недугом как можно раньше. Пошел в школу, во втором классе заболел. Ура, заболел. Дома посидел 10 дней, как положено, пришел в школу. С тех пор прошло 10 лет, но Дмитрий помнит и сыпь на коже, как ходил весь в зеленке. Зато теперь доволен тем, что недуг прошел без осложнений. Сейчас парень ведет здоровый образ жизни, даже вакцинацию проходит по календарному плану. У нас постоянно в школе идут прививки от разных болезней. То есть у нас всегда мама дает соглашение, да, и спокойно идем и прививаемся. Ну, побочных никогда не бывало. Но ветрянка – лишь один пункт из перечня детских инфекций. Опасных и для взрослых. Коклюш, корь, дифтерия, краснуха – и это далеко не полный список. По статистике, около 15% людей переносят детские инфекции в возрасте старше 18 лет. Взрослые переносят такие болезни тяжелее, выздоравливают дольше, риск осложнений выше. Смертность от ветрянки у взрослых в 30 раз выше, чем у детей. Паратит в народе свинка может сказаться на способности мужчин иметь детей. А краснуха может стать причиной серьезных пороков у ребенка, если ей заболеет беременная женщина. Как правило, чаще всего развиваются осложнения. С возрастом у нас уже организм не такой здоровый, и у многих имеются какие-то сопутствующие заболевания. И если человек заболевает инфекционными болезнями, в том числе гифтерия, корь, краснуха, эпидпаратит, гепатит – это очень тяжелое заболевание. В относительной безопасности могут чувствовать себя только те, кто младше 25 лет. Примерно до этого возраста действуют прививки, сделанные в детстве. После 18 у нас продолжают вакцинироваться против дифтерии, это очень опасная инфекция, против гепатита B, против кори. С 18 до 35 лет все население должно повторно провести ревакцинацию против кори. Почему? Дело в том, что в последний раз вакцинируется ребенок в 6 лет. И, естественно, с годами иммунитет просто ослабевает, и защита снижается. Казалось бы, детские инфекции в зрелом возрасте влекут за собой не детские последствия. Вспышки заболеваний врачи связывают с отказом от вакцинации. Главное помнить, что у прививок тоже существует срок действия. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня.